Здравствуйте, Алмаз! Поздравляю вас с успешным выступлением наших борцов на чемпионате мира. Три медали в греко-римской борьбе, из них две золотые, две медали в вольной борьбе. Ну, так как вы вице-президент по вольной борьбе, наверное, поговорим о борьбе вольной. Как вообще Белград? Вы были свидетелем этого чемпионата мира. Как прошли соревнования вообще? Чемпионат мира в Сербии, точнее в Белграде, пришел на очень высоком уровне. По сравнению с прошлым чемпионатом мира Ю-23, они исправили свои ошибки. Уже была другая арена, составы почти все полные, кроме России, получается, и Белоруссии. Уровень был очень высоким. Ну, вообще, одно из наиболее, наверное, на соревнованиях таких моментов, один из наиболее моментов, это судейство. По-моему, в этот раз судейство было довольно объективным. Да, претензий не было к судейщинам. Вообще к судейскому корпусу не было. Не было претензий. Как наши ребята подошли к стартам? Вообще, как готовились? Подготовка прошла, очень хорошо прошла подготовка. Получается, они были на Иссыкуле, потом до вылета 5 дней были здесь, здесь готовились. Ну, пацаны подошли очень хорошо. Подводка была хорошая, были готовы. Не скажу на 100%, но были очень хорошо подготовлены. А дальше уже, получается, на ковре решения принимают атлеты. А так подготовка, все было хорошо. Но в этот раз не полный состав у нас был. Это с чем было связано? Ну, это как всегда у нас, это в первую очередь бюджет, бюджет ограниченный у нас. И тяжей, таких прям готовых сейчас, чтобы бороться на уровне чемпионата мира, нет. Ну, просто решили не возить тех, кто там не смогли ничего показать. В принципе, все наши ребята были довольно хорошо готовы. И Улухбек, Желудожбеков 61, и Марназаров, Улухбек, Болот, и другие. Но вот что-то не хватило вот некоторым. В чем проблема была? Вот я, наверное, это больше психологически. Чуть-чуть. Вот, может, весогонка, может, чуть-чуть повлияла. Вот, например, Бек Болот, он до вылета за неделю чуть приболел. Вот, а так, ну, я думаю, они сделали все, что смогли. Ну, Эрназар, по-моему, мог стать чемпионом мира. Да. В полуфинале что-то произошло. Это у Японца он второй раз подряд, получается, проигрывает. И второй раз такой счет, да, по-моему, тебе? Тогда было 3-3, сейчас 10-10. Ну, вот последние 20 секунд, вот, я не знаю, что случилось, но чуть-чуть надо было, наверное, больше защищаться. Но Эрназар не умеет защищаться, Эрназар только умеет атаковать. Ну, вообще Эрназара называют камбэкером. Да. Потому что он вытаскивает, а здесь получилось наоборот. Да, он вел, получается, тот догонял. Было 6-2, потом 6-6. Ну, вот. Ну, с этим японцем мы еще встретимся. Ну, просто жалко. Да. Такая возможность была за ладзу и медаль взять, потому что в финале американец там вообще... Американец был удобный, да. Удобный такой был, да. Арселан Блдаджапов. Ну, честно говоря, для меня... Я удивился, что Арселан стал фрезером мира. Арселан, Арселан. Арселан-то был хорошо готов. Он настроился хорошо. Получается, как? Он первые две схватки выиграл, потом проиграл Борозу. И уже у Тишиловки он, ну, хорошо отборолся. Да, ну, у Тишиловки, да. И за третье место. Да, хорошо. Сопетник очень серьезный. Да, там серьезный сопетник был. Тоже, по-моему, российский борец. Да, да, легионер. Чеченец. Легионер. Ну, и как Арселан сам? Арселан очень счастлив. Арселан приехал, здесь был, неделю побыл у родственника, потом поехал домой. Вот, празднует до сих пор. До сих пор? Да. Ну, там, в Бурятии, наверное, его хорошо встретили. Потому что для них, в принципе, как бы, они не считают, что он за Кыргызстан же выступал. А это все равно их. Им без разницы. Главное, их не борец выступает за какую-то страну. Это как базар-базар-гуру. Да, да. Ну, базар чистый борец. А получается, Арселан, он на половину Хыргызстан. На половину Хыргызстан, да. Здесь тоже его родственника встречали, он его родственника гостил. Постей неделю здесь отдал. Ну, Арселан опять вернется в сборную, да? Да, обязательно вернется. На следующий же год азиатские игры. Да, даже вот, получается, по результатам этого чемпионата мира мы побали на Кубок мира. Двое наших призеров. Назар и Арселан. Арселан, да. Ну, он в декабре будет, да? В декабре, да. Съединенных Штатов. 11 декабря. Да. Ну, и недавно вот опять же Арназар выступил на Лиге Поддубного. Это тоже, да, именное приглашение было? Да, это именное приглашение. Получается, победитель чемпионата России в 70 килограмм встретился вот с Арназаром. Что вопросов не было там, что там, например, в Белгороде то, что не было там. Россиян. Россиян, да, я думаю, и Ирназар, и Деоломан поставили точку, да, в этом вопросе. Ну, со стороны Россияна-то, со стороны Мамияшвили, это такой ход был. Они, наверное, думали, что выиграют, да? Да, да, да. И скажут, что вот типа нас не было, а мы вот свежих чемпионов выигрываем. Да, потому что как получилось? У них самолет, они в 6 прилетают, в 8 весь. И в 3 часа ночи по обе шкеку они боролись, получается. Ну, не за день, не за два, вот прям прилетели, весь отборолись и под утро вылетели обратно. Со стороны Российской Федерации ход такой хитрый был, да? Да, да. Но ничего, в принципе, Ирназар и Желоман доказали, что... На данный момент, да. На данный момент. Ну, честно говоря, если вы Лигу Подубного смотрели, честно говоря, россияне, по-моему, сейчас ноги не в форме. Да, ноги не в форме. Очень слабая борьба получилась. Это даже, по-моему, Садулай в не в форме сейчас. Животик боялся. Да. Теперь, значит, будете готовиться два спортсмена к Копку мира и дальнейшие планы вообще какие? Дальнейший чемпионат наш, чемпионат Кракстана. В январе, да, будет уже на следующий год? Да. Получается, это чемпионат такой ответственный. Это как бы отбор на чемпионат мира лицензионный, получается. На чемпионат Азии. Ну, будем готовиться. Тоже хотим провести на высоком уровне, как прошлый чемпионат. Ну, в принципе, в настоящее время, по-моему, у нас в легких, средних весах практически везде конкуренция есть, да? Большая конкуренция. Большая конкуренция. Там прямо такого нет, чтобы явно какой-то Лидия. Там, по-моему, баллы идут. Еще азиатские игры на следующий год. Азиатские игры на следующий год. У нас в приоритете вот чемпионат мира лицензионный. У них так сроки там, по-моему, недели, десять, не разница. То есть, наверное, спортсмены, кто-то будет туда готовиться, кто-то сюда, да? Да. Это тренерский штаб будет решать, но, я думаю, лицензионный важнее. Ну, конечно. Да. Как вице-президент федерации, вот, отвечающий, курирующий вольную борьбу, что именно вы хотите вот внести в нашу борьбу? Какие у вас планы? Ну, планов много. Сейчас мы хотим, вот, хотим начать с кадетов. Детям организовать, типа, школьной лиги. И возобновить Спартакеаду, хотя бы по ВРБ Спартакеаду, чтобы области между собой боролись. Чтобы сначала был чемпионат области, потом чемпионы собирались или у нас, или там. И чтобы побольше, вот, внимания уделять кадетам. Из кадетов, молодежи. Ну, кадеты, молодежь, им полегче, потому что там еще как-то родители помогают. Да, да, да. Вот, главное, удержать, когда они уже переходят, наверное, в возраст. Именно, да, 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 в молодежь. Самый трудный момент. Кто-то уже жениться хочет, кто-то еще что-то. И многие из-за этого уже из спорта уходят. Вот этот момент, наверное, как-то. Ну, я думаю, государство будет нам с этим помогать. Если, например, ребята будут выезжать, побольше выездов будут, я думаю, этим тоже можно завлечь. Потому что многие борются хорошо, ну, вторые номера, например, никуда не выезжают, и они бросают. Или сами бросают, или родители говорят. Ясно. Еще раз поздравляю с хорошим выступлением, с медалями. И в завершении разговора вот можете сказать что-нибудь нашим телезрителям. Хочу пожелать всем здоровья. Пользуясь случаем, хочу сказать, что вот на Кубке мира, получается, тренером, главным тренером Кубка мира, сборной мира, выбрали нашего тренера, Руслана Мадзинова. Получается, он будет по двору костным будет выступать вот эти вот 10 стран, которые попали в сборную мира. А вот хочу пожелать всем здоровья, счастья, чтобы мирное небо было над головой. Вам спасибо. Вы, как у нас, как энциклопедия борьбы, наверное, больше всех знаете. Вас тоже поздравляю с результатами. Спасибо. У нас в гостях был вице-президент Федерации спортивной борьбы Кыргызстана, курирующий вольную борьбу Алмаз Биг Боя. Спасибо, что пришли. Вам спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова